Жанн, здравствуйте! Спасибо вам большое за то, что вы к нам пришли. В первую очередь хочу вас поздравить с прекрасным выступлением на чемпионате Европы. И, наверное, главный первый, для меня такой вопрос возник. Что вы чувствуете, когда в честь вас играет гимн Украины и поднимается флаг Украины? Ну, гордость за себя, за страну. Тем более, я уже не раз повторял о том, что я боролся в последний день соревнований, и последняя моя схватка была финальная. И не играл гимн всю эту неделю, в которой релили соревнования, потому что у нас были финалы, но все они были проиграны. И вот хотелось бы, конечно, чтобы он поднялся, флаг на первой ступени, и проиграл, конечно, гимн Украины. Поэтому я был удовлетворен результатом, и чувство гордости меня, конечно, одолело. Скажите, какие условия проходили на чемпионате Европы? Как вас встретили там? И вообще, ну вот какая атмосфера была? В зале была хорошая атмосфера, много приехало наших болельщиков из Украины. Поддерживали и морально, и кричали в поддержку. Вот поэтому все было классно. Я хочу сейчас перейти к европейским играм в Баку. И у меня такой вопрос к вам. Когда вы уступили золотую медаль россиянину? Какие у вас были тогда ощущения? Ну, проигрывать я очень сильно не люблю. В том плане, что Типоле так досадно проиграл, на самом деле. Еще 3-2. Вот, по сути, судейское решение там в его пользу решило исход сватки. Вот. Ну, с другой стороны, может быть, без этого проигрыша не было бы победы на Чепнате Мира в Лас-Вегасе. Потому что я очень после этого поел большую работу над ошибками. Вот. Мы там выстроили новую тактику с тренером. И слава Богу, что получилось мне реабилитироваться непосредственно уже в США. А выплатили ли вам премиальные все, которые обещали украинским спортсменам, чиновникам? Выплатили. Осенью поступил какой-то банк, который отвечает за эти выплаты. Начислились деньги. Поэтому уже эти вопросы финансовые с министерством уже закрыты. Тем более нам подняли сейчас, в два раза подняли сумму призовых за Чемпионат Европы и Чемпионат Мира. Ну, а там, хочется, что-то сделаем. Положительный момент. Конечно, нужно поднимать еще в разы, потому что между первым местом на Чемпионате Мира и Олимпийскими играми, конечно, просто очень большое расхождение. Вот. За первое место на Олимпиаде 120 тысяч долларов, а за первое место на Чемпионате Мира 100 тысяч гривен. Мне кажется, что это несправедливо. Я думаю, все и многие слышали о том, в каких условиях вы живете. Как сейчас происходит? Продвигается ли что-то? Может быть, вам обещают? И когда все-таки случится? Когда вам дадут обещанную квартиру? Ой, это уже заезженный вопрос. Каждый стремится узнать, что побольше. На самом деле, у меня очень много людей, которые мне помогают и интересуются. Какие-то предпринимают действия для того, чтобы помочь. На кого-то пытаются выйти. Ну, я вас уверяю, что когда что-то сдвинется, когда я буду иметь хотя бы ордер на эту квартиру, либо ключи уже непосредственно, то все об этом узнают, поверьте. Я думаю, можно? Ну, это уже как вы сориентируетесь. Я буду в своих соцсетях об этом говорить, чтобы уже все вдохнули с облегчением. Скажите, а что делает правительство и ваша федерация для вашего вида спорта? Потому что, например, в художественной гимнастике, общаясь с девочками, со сборной, они те деньги, которые зарабатывают, они тратят себе на выступательные купальники. Они их сами оплачивают. Один купальник стоит около тысячи долларов. Вам выделяют какие-то деньги для спортивную форму, для того, чтобы вы нормально выезжали на соревнования и были обеспеченными спортсменами? Ну, смотрите, дело в том, что греко-римская борьба – это не такой дорогой вид спорта, судя по купальникам, как гимнастика. Поэтому у нас трико стоит порядка 500 гривен. И хватает его на продолжительное время. Тем более нам, как бы, федерация обеспечивает трико постоянно, перед каждым стартом у нас соответствующая есть форма именно от федерации. Сейчас недавно от министерства мы получили тоже экипировку. О качестве говорить не будем ее, но сам факт, что мы ее получили. Что касается выездов на соревнования за рубеж, дело в том, что у нас нет таких, как в гимнастике, там, этапка, кубка мира и всего остального. То есть мы ездим, как правило, в чемпионат мира, чемпионат Европы и плюс пару турниров в год. И с утра куда уже. Может, турнир быть в Венгрии, допустим, в которой можно съездить на том же поезде. А может быть, турнир там, ну, не знаю, но очень далеко, как правило, мы не выезжаем, не влетаем. Вот. Поэтому в этом плане проблем особых нет. Для тренировок у нас все хватает всего, потому что нам, по сути, только нужен ковер. Вот. И все. И хороший спарринг-партнер. Скажите, Жан, а лично вам предлагали переехать и выступать в других странах, за какую-то другую страну? Ну, я уже говорил об этом не раз. Предлагали, да. Вы все-таки остаетесь в Украине. Почему? Ну, потому что я готовлюсь к Олимпийским играм. Выступать забуду за Украину. Вот. У меня есть лицензия. Я ее лично заработал. Вот. И я не вижу смысла переходить. Я хочу реализоваться на Украине как спортсмен. То есть я для Украины уже выиграл два европейских чемпионата, чемпионат мира. Вот. И планировал выигрывать чемпионат Олимпийских игр. Вот. Что будет после Олимпиады, время покажет. Скажите, все чаще в интервью и тренеров украинских, и спортсменов я слышу о том, что после Олимпийских игр будет массовая миграция спортсменов. Даже сейчас это есть. Но вот после Олимпийских игр, наверное, это произойдет какой-то поворот в спорте украинском. Как вы думаете, что будет? Ну, вполне возможно. Вполне возможно. Я не знаю объемы этих переходов. Но думаю, что некоторые спортсмены перейдут. Некоторые известные спортсмены. Другое дело, когда переходят лидеры, которых вывозят. Которые приносят медали постоянно. Это уже другое. Значит, просто их не удовлетворяет отношение государства к ним. Вот. Поэтому тут уже, да, нужно рассматривать этот момент. С той стороны, что, видать, как бы не уделяют достаточное количество внимания этому спортсмену. С чего начинается ваш день? Просыпаюсь, там, кушаю. Собаку угуливаю. А что вы кушаете? Что поставят перед носом? Ну, как правило, у меня утром я кушаю кашу. Вот. Днем там уже первое, второе, там какой-то суп и все остальное. Вы сами себе готовите? Или вам готовит мама? Может, любимая девушка. Мамин сын. Мамин сын. Да, мама все готовит. Мама вообще сейчас, как бы, очень благодарен ей, потому что она вот доводится. Я поэтому и сейчас не говорю особым желанием жить отдельно, там куда-то, ну, вот. А потому что к Олимпийским играм вот мама тот человек, который мне обеспечит, обеспечивает и обеспечит. Я уверен в этом. Вот. Конечно, то, что мы в одной комнате постоянно, и когда она занимается своими какими-то там делами, как бы это, с одной стороны, мне мешает. То есть я не буду там, мне как-то не надо выспаться нормально и так далее, и тому подобные вещи. То есть какой-то дискомфорт преподносит. Но в любом случае, то, что она со мной рядом, постоянно мне помогает, это однозначно в этих вот медалях, которые я зарабатываю, выигрываю, очень большая доля ее помощи. А мама к вам приезжает на соревнования? Нет. Мама один раз пришла на турнир. Сейчас это было очень давно, где-то как в 2004-й. Вот. Она пришла на турнир Колчинского в Манеже. Вот. И я боролся, и она подняла такую бучу там. Начала кричать, ну, болеть сильно. Она очень сильно активная болельщица. После этого я попросил ее больше не посещать на соревнования, чтобы люди как бы не оглядывались, не смотрели, что за женщина пришла. У вас есть какой-то талисман, вот с которым вы ездите всегда на соревнования? Возможно, это какая-то маленькая безделушка. Нет, как-то раньше у меня были такие моменты, что я там читал некоторые вещи своими талисманами. Ну, как правило, они потом со временем терялись. И нету. Крестик вот нашел. Вот такое дело с моим крестиком. Я его терял, наверное, уже раз 30. Вот. И бывали такие случаи, что уже как бы нету варианта, чтобы я его нашел. И все равно его находил. Вот, как я не знаю, как это так могло получиться. Вот в разных местах. Один раз там какая-то бабушка случайно забрала, и потом случайно, короче, через кого-то он сказал, что я там нашла крестик. Вот. А я уже неделю его искал, я уже как бы думал, где мне купить новый. Вот. И потом он у меня как бы возвращался. И там, ну, очень много разных моментов было. И уезжал со сборов уже все. Как бы думал, что я его потерял, не мог найти. Вот. И потом все-таки на следующие сборы мне там кто-то его преподнес. Вот. То есть такие вот моменты иногда как будто какие-то магические происходят. Да, как-то судьба. Видимо, вот это ваш талисман и есть. Да, наверное, это мой талисман и есть. У меня такой вопрос к вам. Наверное, у многих спортсменов возникали мысли когда-нибудь покинуть большой спорт. Вот. Возможно, из-за травмы, возможно, из-за каких-то других проблем, причин. Возможно, у кого-то были проблемы в семье. У вас возникали такие проблемы? Вот такие вообще вопросы у самого себя, у души, возможно. Ну, в последнее время нет. Когда я еще был молодой спортсмен, вот, еще в школе учился, возможно, бывали. Потому что у меня там были трения с моим тренером. Вот. И там, ну, по различным поводам. И мне, как бы, я часто приходил домой, говорю, так, все, мне это все надоело. Этот Виталий Александрович, там, мой тренер, маме говорится. Этот Виталий Александрович, там, он такого мне наговорил. Вот. И я говорю, все, я не буду больше заниматься бой-бой. Вот. Ну, в любом случае, отходил потом и возвращался. У меня к вам такой каверзный вопрос. Острадаете ли вы женским вниманием к себе? Вот у вас есть какие-то, я не знаю, возможно, какие-то поклонницы ярые, которые вот просто от вас не могут отлипнуть? Ой, я, наверное, воздержусь от этого вопроса. Почему? Это они есть. Вот. Я стараюсь на это не отвлекаться. Любимой девушки у вас нету? Тоже не буду отвечать. Я не отвечаю на такие вопросы. А что мечтает известный украинский спортсмен Жан Белинук? Ну, во-первых, я мечтаю, чтобы закончилась война. Вот. Чтобы Украина уже зажила, как полноценная, мощная государство, на самом деле. Потому что у нас даже по территории, мы настолько мощная страна, с ума сойти, с огромным потенциалом. Но, видите, никак не получается даже зажить по-людски. Вот. И чтобы все нормализировалось, чтобы не было вот этих вот разногласий между, по сути, братским народом. Вот. И мы же как бы обрели какую-то новую для себя жизнь, в любви, в согласии. Вот. Ну, а что касается там моих спортивных моментов, то, конечно, выиграть, сейчас выиграть для Украины золотую медаль Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро. Наверное, на данный момент это моя главная мечта. Я хочу поблагодарить вас за разговор, за то, что вы к нам пришли, уделили нам время. Ну, и, естественно, хочу пожелать вам победы на Олимпийских играх. Наверное, это самое главное сейчас для украинских спортсменов. Так что удачи вам. Спасибо. Спасибо. Спасибо.